Зарегистрировано 1294 человека, пострадавших от присасывания клещей. Из них 580 человек – это жители города Барнаула, остальные – это жители края. Из 1294 человек – 442 дети до 14 лет, в том числе барнаульских – 106 человек. В настоящее время идет рост активности клещей, кроме того, рост посещаемости населением природных очагов. Соответственно, это все логично. То есть у нас идет рост присасывания клещей, много пострадавших. А из тех клещей сколько больны? Клещевым энцефалитом, боррелиозом? Клещи, которые сдавались на исследования в лаборатории, в медицинских организациях, страховых организациях. Выявлено 14% заражения клещей как боррелиями, так и клещевым энцефалитом. А эта цифра 14%, она примерно каждый год одна и та же или тоже больше, чем? Ну, обычно в этом районе бывает. Каждую неделю немножко цифра варьирует в зависимости от людей, которые пострадали. И чем хорошо, что когда клещ исследован и выявлено, что он заражен какой-то клещевой инфекцией, то врачи абсолютно спокойно могут назначить лечение адекватное, и человек просто не заболеет. Из тех людей, которые обследовали клеща, у которых был выявлен, например, боррелиоз или был выявлен клещевой энцефалит, они не заболели этими инфекциями в связи с тем, что им было назначено адекватное лечение. Ирина Владимировна, а не поздно ли еще ставить прививку? Прививку ставить вообще никогда не поздно. Ограничений в постановке прививок, тем более против клещевого вирусного энцефалита, временных ограничений нет. Есть рекомендации тогда, когда мы стараемся без ограничений в свободе передвижения человеку поставить прививки. Сейчас тепло, на улице настоящая весна, люди стремятся, как Лена Николаевна правильно заметила, на природу. Кто-то на дачу поедет, кто-то отдыхать, кто-то в соседнюю республику Алтай. Поэтому, конечно, хочется и нужно быть на природе. Но в это время, если мы ставим прививочки, самый главный период, первые две недельки, пока формируется иммунитет, создать человеку такие условия, чтобы исключить возможное присасывание клещей. А вообще лучший период для прививания – это март? Лучший период тогда, когда наши клещи спят, тогда, когда холодно. Иногда бывает так, Лена Николаевна поправит, если я ошибусь, года 2-3 назад у нас сезон присасывания клещей начинался после 20 марта. Поэтому весна на весну не приходится. А бывает так, что в ноябре месяце, у нас теплейший ноябрь, когда у нас люди выходят на природу, нет снега. И у нас в ноябре, к началу декабря, у нас идет обращаемость с присасываниями клещей. Когда становится отрицательная температура, ставить прививочки против клещевого энцефалита. То бишь, это октябрь-ноябрь, иногда в декабре ставят, в зависимости от того, у кого какая схема прививок, какая прививочка по счету идет и так далее. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы продолжались эти прививочки в феврале и в марте. Сегодня май настал, но тоже можно ставить и в мае, и в июне, и в июле 12 месяцев в году. Как у нас обстоит дело с вакцинами? Вакцины у нас есть. У нас на сегодняшний день в крае примерно 30 тысяч доз вакцины, которые реализуются для вакцинальной компании детей против клещевого энцефалита. Для взрослых вакцина есть в негосударственных прививочных кабинетах и может быть поставлена за счет собственных средств граждан или поставлена за счет средств работодателей. Я хочу обратить внимание особое, что иммуноглобулин сегодня тоже у нас есть в наличии почти 10 литров, то есть 10 тысяч миллилитров. И, как правило, мы его тоже рекомендуем и используем для детей. Для взрослых есть альтернативный метод профилактики, который назначают наши доктора. И препарат этот называется йодантиперин. Это не реклама, это как раз тот препарат, мы же говорим про противоклещевой иммуноглобулин, да. Это сегодня тот препарат, который используется. И ровно так же для взрослых используется этот препарат в определенной схеме, в определенный период, который нельзя пропустить. То есть это не надо вспоминать через неделю, не надо вспоминать через месяц, ах, ох, когда уже вроде как клиника началась, как же, чего же. Это уже будет поздно. Стараться нужно в кратчайшие сроки после присасывания клеща решить вопрос по профилактике. Правильнее сделать так, как уже было сказано. То есть определить, был ли поражен клещ возбудителями той или иной клещевой инфекции. И уже, конечно, доктору это на руку сыграет, повторюсь, назначить правильное профилактическое лечение. Лена Николаевна, раз уж мы говорим про иммуноглобулин, а какие самые опасные места вот в городе по клещам? Ну, в городе Барнауле в основном это территории по краю города. То есть это вот эти населенные пункты типа Черницкая, Лебяжья, Ганьба, научный городок, ну, все, что вокруг, Власихинский вот кусок. Значит, на территории, на самой у нас существуют территории, которые недостаточно расчищены, и там образовались, ну, антропоргические очаги, прям так скажем. Это на космонавтов аллеи возле оптового рынка, это роща по Солнечной поляне, вот, это у нас бывший парк юбилейный, достаточно запущенная территория, которая требует расчистки, обработки. Несмотря на то, что эти территории каждый год город обрабатывает, то есть городской муниципалитет каждый год выделяет довольно приличные средства на проведение обработок городских территорий, зеленых зон, парков, аллей. В настоящее время вот проводятся эти обработки, и тем не менее, даже обработанные вот эти опасные территории, они являются таковыми недолго. Через некоторое время, так как они не расчищены, и клещи во время обработки укрываются, более глубоко уходят в подстилку, и когда препарат заканчивает свое действие, они выходят и продолжают кусать. Тем более, на этих территориях водятся грызуны, водятся собаки, и как бы эти животные и птицы летают, они разносят клещей, поэтому вот эти обработки, это, конечно, хорошая штука, но хорошо бы было еще и поддерживать санитарное состояние города и газонном состоянии все аллеи. Вот в Ленинском районе вот эти две территории достаточно проблематичные. А сейчас уже начался самый пик активности клещей, или мы все еще подходим к нему? Нет, он нарастает. Вот из недели в неделю все больше и больше. Если предыдущую неделю было там 300 с небольшим покусанных, эта неделя уже 600 почти, 580 и так далее, то есть в общей сложности уже 1300, оно будет нарастать примерно до конца мая. Несколько правил от вас, как уберечь себя все-таки от этого паразита? Ну, в первую очередь, конечно, это вакцинация. Она всегда и везде эффективна, то есть не надо переживать, что заболеешь, либо если заболевание пройдет, то оно пройдет в достаточно легкой форме. Кроме того, необходимо соблюдать правила, правильная защита своего тела от наползания клеща, то есть правильно одеваться. Ну, это уже достаточно известное правило, когда брюки заправляются в носки, когда рубашка заправляется в брюки, и на голову надевается капюшон, то есть полностью закрыть доступ клещу к обнаженному телу. И использовать репелленты. Репелленты продаются как в аптеках, так и в хозяйственных магазинах. Только обязательно надо обращать внимание, чтобы это было анти-клещ. Если снимете клеща с одеждой, его сожгут обязательно, ни в коем случае давить клеща нельзя. Хотелось бы обратить внимание, потому что путем контоминации, то есть раздавливания, можно внести вирус через микротрещины кожи. Если вы берете с собой на природу домашних питомцев, то желательно их тоже обезопасить в том плане, что надеть противоклещевые ошейники. И есть специальные препараты, которые не только как ошейники, а там капли на холку, и бывают уколы ставят, и какие-то таблетки дают. Ну, это все ветеринарная специфика защиты животных. Но придя домой, обязательно осмотреть животное, обязательно его прочесать, очень-очень тщательно на белой простыне все это дело проделать, и собрать этих клещей, чтобы они не остались в доме и не переползли на обитателей дома. Кроме того, еще с природы привозят клещей с цветами. Вот цветы – это тоже такая штука достаточно небезопасная.